Парк Они сидели за компьютерами в ночных клубах, чтобы не гуляли. Это же радостно, удовольствие. Спорт еще. У нас есть специальные железки. Кто не знает, может ими научиться. У нас еще инструктора. Я тоже сам инструктор. Могу научить, кто не умеет кататься. Ну, приблизительно где-то 20 минут, полчаса. А потом еще и все. Уже начинают кататься. Любителям покататься на коньках, причем тем, кто предпочитает натуральный лед вместо искусственного, стоит отправиться в столичный парк «Молодежный». Именно там расположилась ледовая площадка под открытым небом. Опробовать лед могут абсолютно все. Как говорят инструкторы, при себе нужно иметь только коньки. Однако, если даже их нет, не проблема. Инвентарь можно взять в пользование прямо на месте. Все средства с аренды идут на обустройство ледовой площадки. Для новичков, которые только пришли на каток, здесь имеются вот такие специальные железные стойки, с помощью которых они могут научиться стоять на льду. Помимо этого для них проводят инструктаж, чтобы посетители, впервые выкатившиеся на лед, быстрее научились передвигаться в обуви, на полозьях и меньше падали. На катке даже есть тренеры. За обучение денег не берут, работают бесплатно. Смех и радость в глазах детей – вот такая их награда, говорят они. Ну, мы здесь рядышком живем, постоянно гуляем. И как только увидели, что вода здесь замерзла, открыли, коньки тут выдают, сразу стали ходить. Прям очень классно. В прошлом году тоже, да? В прошлом году был, да. В прошлом году тоже ходили, сюда катались. Дети с удовольствием ходят, сюда катаются. Прям замечательно. Ну, я давно-давно умел. Потом, когда я попробовала, я думала, что я дальше умею, но оказалось, что не смог. И потом я катался-катался с поддержкой и научился опять. Я живу рядом, приезжаю со своими внуками каждый год. Знаете, я очень негативно отношусь к тому, что дети все в смартфонах или в телевизорах. Еще и это пандемия. Нужно дышать свежим воздухом. Моим внукам все нравится. Они научились кататься. С каждым днем на катке все больше детей. Но кататься любят и взрослые, говорят сотрудники парка. Встретить ребенка с собственными коньками на площадке редкость. Приезжают покататься и взрослые. И у них частенько оказываются коньки еще советского производства. Главные фигуристы и хоккеисты, конечно, раньше были местные школьники, которые после уроков обязательно забегали в парк покататься с одноклассниками. С каждым годом это место все популярнее. Каток работает каждый день с 8 утра до 12 часов ночи. Горожан, желающих покататься в дневное время, конечно, мало. Зато ближе к вечеру становится многолюдней и веселей. Как только начинает темнеть, в парке включают фонари. Отчего на катке становится еще романтичней. Кубат Куанчпикулус, Артар Аширбаев, НТС